Более полутора тысяч масок от женской группы в WhatsApp. В эти дни, когда интернет полон негативом, завышаются цены и люди вынуждены сидят дома, участницы одной из групп мессенджера решили напомнить о важности совершения благих поступков. За три дня они своими силами шили более тысячи тканевых масок, материал для которых приобрели за собственные средства. Куда направятся средства защиты и как была организована работа, узнавала Патимат Ханапова. Увы, факт. Этой весной из-за нового вируса медицинские маски в аптеках днем с огнем не сыщешь. Несмотря на то, что фармацевтам продолжают поставлять защитные повязки уже через пару часов на витринах шаром покати. На дефицит такого актуального сейчас товара тут же отреагировали участницы созданной в WhatsApp группы уборков Домах Аллаха. В этом чате более 150 женщин. Они поддерживают чистоту в мечетях, участвуют в различных общественных работах. На этот раз свой вклад они решили внести в дело профилактической защиты от опасной болезни. У нас в WhatsApp уже пятый год функционирует группа уборков Домах Аллаха и ежегодно мы в преддверии Рамадана мы шьем намазники для женщин и ставим их в махачкалинские мечети и в мечети неподалеку от Махачкалы. Со сложившейся ситуацией во всей стране мы решили, что будет более актуально и пошить маски. Идея пришла нашей Зайнап, которая в три часа ночи мне пишет, бека, может быть мы вместо намазников будем шить маски. Идею все поддержали. Начались поиски материала. На фурнитуру средства собрали сами участницы, а технику и необходимые материалы предоставили добрые люди, которые пожелали остаться неизвестными. И так как было указано, что сидеть дома, мы основном два дня друг другу отправляли через таксистов. Сам они выходили. Первые два дня мы у кого получалось, у кого есть ателье и кто нам предоставлял ателье, мы там зашивали. А потом уже раздавали через таксистов. По всему городу очень много девочек было задействовано. Кто не мог шить, они просили, чтобы им отправили резинки зашивать вручную. Кто-то вручную зашивал, кто-то через оберлок пропускал. За три дня, благодаря слаженной работе, девушки сшили более полутора тысяч масок. Некоторые из них работали день и ночь и буквально не спали до полуночи. Размеры масок универсальны, чтобы их могли носить и мужчины, и женщины. После кройки и шитья маски были проутюжены. Кроме того, все средства защиты прошли процедуру кварцевания. А сколько человек принимали участие? Мы даже не считали, это было огромное количество людей. Мы даже не знаем сколько, потому что приходили, уходили. Многие брали на дом работу, кто не мог по беременности или с детьми выйти из дома. Им отправлялось на такси. Во время, когда цены поднимаются, когда люди наживаются, если даже человек не может сделать бесплатно, я понимаю, что это адский труд, это мелкая, тропотливая работа по шить масок. Но можно продавать их по минимальным ценам. Даже это большую помощь в наше время. Сначала была идея раздавать маски всем пришедшим на пятничную молитву прихожанам. Но так как посещение религиозных объектов пока ограничено, их решили передать в благотворительный фонд «Инсан». Эти маски будут нами распределены в ходе действующей акции и предстоящей масштабного мероприятия по оказанию продуктовой помощи подопечным фонда, который находится в зоне риска. С каждым продуктовым набором будет выдаваться и одна маска. Плюс к этому все эти маски мы также планируем распределить среди мечетей, имамов, работников мечети, именно в том количестве, в котором будет в этом необходимость. Хочется поблагодарить наших волонтеров, добровольцев, жертвователей, попечителей, которые не остаются в стороне на призыв о помощи. Пусть каждое добро, которое делается, обернется в тысячекратном размере. Хотелось бы, чтобы это благое начинание подхватили и другие, говорят участницы группы. К подобной акции может подключиться любой человек. Например, предприниматель. Стать спонсором. От или отшить бесплатно магазины тканей, сделать скидку на материалы. Паника ситуацию не спасет, говорят девушки. А вот и благие дела могут. Батимат Ханнапова, Абдулла Алиев, Хамза Нурмагомедов. Новости ННТ. Махачкала. Новости НТ.